Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение игры под названием Border Officer. Топливный бак практически пуст, я не уверен на самом деле, что я смогу до заправки доехать. Скорее всего, нам придется уже приобрести билет на автобус. Все сейчас будет зависеть от суммы, которая у нас останется в конце дня, точнее в начале следующего дня. Посмотрим после оплаты всех услуг и так далее. Ребята, как дела? Вы в порядке? Да, смотрите, с ним все замечательно. Пока что никто вообще не заболел. Даже теща прекрасно себя чувствует. Сынок здоровый, как бык просто. Свекровь. Ну, наверное, все-таки подразумевается и теща, я думаю. Так, ну что ж, давайте тогда ложиться и будем сейчас смотреть статистику и отправляться уже снова на рабочее место. Итак, слушайте, у нас много денег, похоже, осталось. 27, я правильно понимаю, в конце это все, что у нас осталось, 27 гривен, это очень много. Да, в итоге, смотрите, у нас было 34 даже, арендная плата, питание, температура, отопление, и в итоге 27 гривен у нас остается. Я могу себе позволить автобусы, на самом деле. Так, ну давайте проверим снова наших ребят. Все замечательно себя чувствуют. Что удивительно. Похоже, у нас крепкая семья. Здоровая. Несмотря на то, что они постоянно находятся дома. Не знаю, может быть, как только я ухожу, они начинают физическим трудом заниматься. Кто знает. Но самое главное, что моя семья в порядке, и я тоже в порядке, и я счастлив, когда они счастливы. Ну давайте попробуем доехать до заправки, может быть, все-таки топлива хватит. Сейчас посмотрим. Но мне кажется, не хватит. Я могу приблизительно рассчитать. И мы даже половину пути не пройдем. Давай, заводись. Хорош. Так, ручник сразу снимаем. Резко заворачиваем. Давайте прямо здесь развернемся. И попробую, не сходя с дороги, просто газ в пол. Посмотрите, уже осталось где-то процентов 5. Сейчас посмотрим. Возможно, нам придется... Блин, может быть, я сглупил ее. Лучше бы доехать до шоссе на автобусе. Потому что сейчас, возможно, пешком придется пилить. Так, вот здесь мы притормозим немного. А если придется пешком пилить, мне кажется, вероятность этого уже процентов 70. То хотя бы недолго. Правда, туда и обратно придется ходить. Так, ну ладно. Будем надеяться на лучшее. Пока что нормально. Нормально. Все в порядке. Пока что переживать не стоит. Мы, на самом деле, все ближе и ближе. И, честно говоря, я думал, будет расходоваться топливо быстрее. Да, смотрите, мы уже практически доехали. 150 метров осталось. Нормально. Можно еще в лотерее попробовать поучаствовать. Сходить поиграть в азартные игры. Но, наверное, все же не стоит. Так, ставим ручник. Выходим из машины. И сейчас купим одну канистру с топливом. Лекарство у меня до сих пор есть. Я надеюсь, оно никуда не исчезло и не испарилось. Заодно и вспомним, что по стоимости топлива. Так, открываем. Добрый день. 14 гривен. Ну, ладно, нормально. Берем канистру. В ПК-версии, кстати, в магазине, по-моему, увеличили ассордимент. Или что-то еще появилось. Так, залезаем в машину. Бак у нас теперь полный. Хватит на путь туда и обратно. Так что переживать насчет этого, я думаю, не стоит. Всегда, в конце концов, можно дойти пешком. Если возникнет какая-то совсем проблемная ситуация. В принципе, я могу, наверное, и не экономить, на самом деле. Могу разъезжать пока что на автобусе. Но мне кажется, что-то нехорошее в ближайшем будущем случится. И мы уже будем вынуждены бомжевать, возможно. Так что будем экономить, пока есть возможность. Потом, возможно, у нас экономить на своей семье не получится. Возможно, они все резко заболеют. И нам как раз-то понадобятся большие деньги. И если мы начнем с этого дня экономить, а точнее, с самого начала даже. Хотя с самого начала не особо мы экономили. Мы все-таки тестили различный функционал. И на автобусе достаточно много бабла потратили. Но, тем не менее, тогда будем считать, что с этого дня мы максимально экономим, чтобы потом, если что, вылечить свою семью. Так, нормально. Дрифтец небольшой. Сколько там осталось? 500 метров еще ехать. Дорога дальняя. Жалко, трафика никакого нет, конечно. Но, не знаю, может быть, в будущем добавят. На самом деле, разработчики активно работают над игрой. И какие-то нововведения вводят. Но пока что только исключительно на ПК-версию. Я бы, может, и перешел на ПК-версию. Блин, не особо удачная парковка, конечно. И перешел бы на ПК-версию, но не хочется терять весь прогресс. Все-таки мы уже три дня отработали полностью. Так, все, припарковались. Машину никто не угонит. Вот, специально на заднем дворике паркуюсь, чтобы, если что, услышать. Как только кто-нибудь залезет в нее, я даже дверь оставляю открытой, чтобы сразу выбежать. Так, ну что ж, присаживаемся. На столе у нас по-прежнему ничего не изменилось. Включаем, как всегда, компьютер. И начинаем наш рабочий день. 13 гривен у нас остается. Можно сразу же позвать, я думаю, следующего. Так как ограничения по времени здесь никакого нет, никаких таймеров. Что приятно, на самом деле. Так, ну включайся ты, сраный компьютер. Так что, чилим, чилим, отдыхаем. Я отдыхаю на этой работе, на самом деле. Особо пока что проблем никаких не возникает. Так, бородатый мужик. Извините, так и должно было. Что вы сказали, я не расслышал. Я, похоже, не владею вашим языком. А, это, я понял, это SCP. Антон Хрюшко. О, кстати. Да, вот его и нужно пропустить. Блин. Я не знаю, пропускать его или нет. Будем ли мы сотрудничать с SCP? По-моему, если сотрудничать с ними... У нас просто проблемы в финансах пока что нет. У нас все хорошо. Может быть, не стоит с ними сотрудничать. Сотрудничать исключительно с государством. Потому что, мне кажется, ни к чему хорошему это не приведет. Блин, я даже не знаю. Причем я выговор получу, наверное. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь новое появилось. Объявление. Любой, кто хочет пересечь границу Ставронске, должен получить вакцину против холеры. Ему нужна карта прививки. Прививни. Чтобы доказать это. Ставронска. Вива Ставронска. Так, дипломат. Но здесь все по старому. Объявление. Давайте посмотрим, кто у нас в розыске. Марков Федорович Коржов Алиснарович и Витамир Алексеевич. Так, окей. Но этот чувак ни к кому не относится. Он, в принципе, не в розыске. Блин, я не знаю. Я метаюсь из стороны в сторону. Но неуверенность эта заложена во мне. Я не могу его пропустить. Я не могу его пропустить. Или могу его пропустить. Или не могу. Блин, будь что будет. Давайте закрой глаза и буду вот так вот камеру вводить. Блин, слушайте, я, похоже, от каста взять не могу. Хьюстон. Кажется, у нас проблемы нет. Я не могу дотянуться до... Что за говно? Я не могу дотянуться до штампа с отказом. Так, а могу я встать со стула? Нет, да. Что за херня? Я в прошлый раз закинул штамп сюда. Как я умудрился? Я когда за компьютером, что ли, сидел? Ну-ка. Да нет. Твою мать, ну здорово. Камера просто... Вот упор. Я не могу переместить камеру. Соответственно, я сейчас должен всех принимать, по всей видимости. Так, а если я им просто отдам, например, все обратно? Без отказа какого-либо. Ладно, давайте, наверное... Наверное, его все-таки пропустим. Будь что будет. Будем сотрудничать с ним. Может быть... Это лучше будет для моей семьи. Может быть, они угрожают моей семье. Хотя они не угрожали, конечно. В любом случае, у нас выбор только либо отдать документы просто так, либо опровнуть. Да, ну, естественно, мы выговор получаем. Слишком много пропавших документов. Соответственно, имеется в виду отсутствующих. Так, ладно, следующий. Но никак, никак не взять. Большое сожалению, это багуля, с которой я справиться не в состоянии никак. Печать я не могу взять. Так что это провал. Это провал. Заново начинать, естественно, никакого желания. Так, слушайте. Господин, вы где побывали? Еще один, что ли? Не, похоже, у меня двойной какой-то баг. Так, у меня еще текст, смотрите. Перестал нормально отображаться. Ладно, в истории, по крайней мере, здесь все более-менее написано. Так, какая цель визита, работа? Я бармен. Как долго действует? Полтора года. Спасибо за предоставленные бумаги. Так, ну, я могу только опробовать. Будем надеяться, что у этого человека с разрешениями, с бумагами все в порядке. Блин, сколько бумаг теперь. Огромное просто количество. Так, имя. Прекрасно. Пол мужской. Дата. Замечательно. Страна Краснонев. Соответственно, ему нужно дополнительное разрешение. Имеется оно у него. Разрешение на работу. Да, имеется дополнительное разрешение на въезд. У него все прям документы есть. Все идеально. Так, все в порядке весь. Соответственно, мы кидаем. Ну и хорошо, да, в самом деле. Для нас это хорошо. Нам надо как-то выкрутиться из этой ситуации. Будем надеяться, потом печать вернется на свое положение. Так, разрешение на работу. Полтора года, он там говорил. 18 месяцев, соответственно. Работа бармен. Все верно. Имя. Совпадает. По ориентировкам он подходит, кстати. По ориентировкам не подходит. Все прекрасно. Так, дальше. Вакцина. Так, имя. Не знаю. Ну, вроде похоже, наверное. Это же Виктор, первое слово. Будем надеяться, что да. Опять скомканно. Но, тем не менее. Будем надеяться, что все в порядке. Дата вроде такая. Но здесь сверка не работает, насколько я понимаю. Да. Так что мне самому надо вчитываться. Но вчитываться в этот текст невозможно. Такое ощущение, что дата здесь другая. Не поймешь. Первая цифра это двойка или тройка. Будем надеяться, что здесь никаких ошибок нет. Так, короче, сертификат у него имеется. Прививка ему сделана. Здесь все замечательно. Сейчас номер сверим. Да, все прекрасно. Ну, давайте его пропустим. В любом случае, выбора у нас нет. Ставим печать. Сейчас попробуем. Если у кого-то будут документы с ошибками, или кто-то подойдет по ориентировкам, попробуем просто отдать документы без печати. Отказной. Так, следующий. Дотянуться я по-прежнему не могу. Вообще никак. Если раскачивать камеру, может... Нет, это бесполезно. Вот чуть-чуть не хватает, смотрите. Буквально миллиметр. Но, к сожалению, ничего не сделаешь. Еще и с текстом проблема. Так, ну, идет кто-нибудь? Давайте быстрее. Я должен закончить этот рабочий день. Потому что он неудачный уже. Блин, нажал уже сто раз. И звуковой сигнал был, наконец-то. Так, здравствуйте. Угу, угу. Да, да, да. Сейчас, подождите. Слуховой аппарат. Миграция. Я запомнил эти вопросы. Чего? Мигрант какой-то? И все. Я даже ничего не спросил. Он ничего не ответил. Так, Эдуард. Пухач. Что насчет розыска? Не подходит по ориентировкам. Разрешение на въезд из СОШа. Сертификат вакцины есть. А, действительно, миграция написана причина. Должен ли я его пропустить? Неизвестно. Давайте проверим пока что данные. Здесь все в порядке. Номер. Тоже. Так, окей. Теперь вакцина. Ну, здесь разглядеть, конечно, крайне трудно. И сверять бесполезно. Сверка не работает. Ну, вроде, вроде нормально. Давайте попробуем его пропустить. Для эксперимента нашего у меня нужен явный нарушитель. Так, этого пропускаем. И тогда я попробую не ставить печать вообще. Сейчас посмотрим, я правильно все сделаю. Ну, вроде ошибки пока что нет. Нет, ошибка имеется. Блин, надо было с ним эксперимент проводить. Кажется, что разрешение на прививку не содержит вакцины против холи... А, я должен изучать прям... Изучать, от чего это прививка. Так, окей. Но так, там, там, там трудно что-либо разглядеть, честно говоря. Давайте следующий. Так, это снова какой-то дипломат, по всей видимости. Здравствуйте. Угу, я слушаю вас. Слушаю вас внимательно. Хорошая работа. Мне не нравится приезжать в эту страну. Я дипломат из Армахов. Так, Армахов такая страна есть. Все верно. Так, а дипломатам нужна прививка, кстати? Вот тут хер знает. Ну-ка, давайте ознакомимся еще с этим документом. Любой, кто хочет пересечь границы, должен иметь вакцину. А, на них не влияют общие правила. Значит, мы его можем пропустить и без вакцины. Так, окей, давайте посмотрим. Разрешение у него есть. По ориентировкам он не подходит, вроде как. Да, такого человека нет здесь. Так, имя. Все в порядке. Полумужской. Дата. Вот всегда бы вот так, как на правой карточке. Надпись, которую можно разобрать. Так, здесь нормально. Все прекрасно. Дипломата мы пропускаем. Ни разу ни одного дипломата мы, по-моему, не разворачивали. На границе. Всегда пропускали дипломатов. Так, следующий. Пока что у нас две ошибки. И это плохо. Потому что в скором времени, мне кажется, я должен буду отказать. А печать у меня... Печать у меня нет, можно сказать. Я не могу просто защемилое. Видимо, что-то в спине не могу развернуться. Так, куча документов. Смотрим, что у нас здесь. Привет. Какова цель вашего визита? Работа? Я адвокат. Как долго? Длится один год. Адвокат один год. Так, посмотрим паспорт. Смотрим на фотографию. Смотрим на ориентировки. Все нормально. Так. Сначала давайте с разрешением на въезд ознакомимся. Так, дополнительное разрешение у него присутствует. Кузьма. Здесь все правильно. Дата. Все прекрасно. Номер. Замечательно. Так, теперь мы берем... Давайте сначала разрешение. Так, сразу с номера, наверное, надо было начинать. Разрешение нормальное. Сюда его кладем. Так, теперь сертификат вакцины. Да, вон внизу перечислено. Какие вакцины. Холера там есть. Холера там есть. Я разглядел. Я сумел это сделать. Так, дата. Ну, будем надеяться, что дата и имя правильные. Так, соответственно, все. Можно его пропускать. Пока нормально идем. Два нарушения. И вроде как без штрафов. Так, похоже, все-таки была проблема. Пропадает разрешение на работу. А он... А, он работать ехал. Блин, о чем сказал, кстати? Уже истории не посмотрите. Короче, вот и наш первый штраф. Хотя... Ну, я не мог ему никак отказать, конечно. Я мог бы просто документы попробовать отдать. Но в любом случае я не заметил. Я не заметил, что он... Не предъявил, блин, разрешение на работу. Столько документов. Их все больше и больше. Так, мальчик. Ты чего пришел? Или ты девочка? Привет, наша страна ужасна. Пожалуйста, возьми меня в... Какова цель вашего визита? Миграция. На самом деле, я ухожу отсюда. Угу. Так, ваша страна... Краснонев. Соответственно, дополнительное разрешение у вас имеется. Давайте посмотрим. Подробнее, повнимательнее изучим ваши документы. Это все-таки женщина. Здесь все в порядке. Номер. Блин, уже штраф 5 баксов есть. 5 гривен. Все под откос. Преимущественно из-за багов, конечно. Ну, вроде все в порядке. А, нет, погодите. Да, на вакцину-то этого дерьма нет. Документы. Вот про вакцину теперь я забыл. Я был готов ее снова пропустить. Давайте просто попробуем отдать ей документы все. Забирайтесь. Наверное, паспорт я не смогу отдать без печати. Да. Я забыл штамповать паспорт. Следующий, пожалуйста. Забирайте свой паспорт и уходите. Убирайтесь отсюда. Давай же. Так, может как-нибудь вот так сверху смотреть. Так. Может быть отпустит. Расщемит спину. Немножко. Так, ладно, давайте попробуем эту печать отпустить. Может быть взять паспорт в руки. С паспортом. Нет, бесполезно. Ну, что я могу сделать? Я могу только ей разрешить. Жалко, нет функции ресетнуть все, что находится на столе. Что вот это вот внизу, кстати? Может быть, один из них ресетает? Документ. О! Все-таки такая функция существует, но разобрать, что там написано, практически невозможно. Ну, вообще, возможно. Да, похоже, штамп R написано на первом документе, а на втором снизу. А на втором? Как раз это перезагрузка, реаплоуд, аплоуд или что-то вроде того. Если бы я раньше это заметил, то было бы все замечательно. Но сейчас я уже получил штраф, так что нам нужно прям всем внимательно все изучать сейчас. Так, отказ. До свидания. Зато мы выяснили, что печать точно только на паспорт ставится. Потому что остальные документы я смог отдать. Но проблема с текстом осталась. Благо, есть повторная запись в компьютере. Она, кстати, не была в розыске, но вроде нет. Я ее пропустил, все нормально. Так, неважно, что он говорит. Он вряд ли у нас подойдет по ориентировкам. Работаю я слесарь на 5 месяцев. Слесарь на 5 месяцев. Соответственно, разрешение на въезд у него есть. Вакцинация у него есть. Давай сразу вакцину. Чекнем. И у него там как раз-то только холера. Так, ну имя, фамилия вроде подходит. Дата приблизительно верная. Так, соответственно, разрешение на въезд. Чекаем здесь. Все внимательно сейчас будем осматривать. В конце концов, у нас времени достаточно. Здесь все прекрасно. По мужской. Номер документа замечательно. Имя я проверил. Все хорошо. Так, далее. Разрешение на работу. 5 месяцев. Музыкант. А что он сказал? Он сказал музыкант, да? А нет, я слесарь. Так, ну... У вас явные проблемы с работой, молодой человек. Так, отказать. Ну вы почти. У вас почти получилось пройти. Но, к сожалению, маленький нюанс. Помешал вам перейти через границу. Следующий, пожалуйста. Блин, у меня гложет теперь этот штраф. Фу, 5 гривен. Возможно, эти 5 гривен будут решающими. Будем экономить. Пытаться стараться. Теперь я буду иметь в виду, что штампы можно ресетнуть. Так, работа парикмахер. 7 месяцев. Так, я вижу у вас документы на вакцину. Я вижу разрешение на въезд. Я вижу разрешение на работу. Документы вроде как все есть. Сратификат вакцин. Давайте сразу чекнем. Холера есть там. Так, возьмем паспорт. Так, а вот это, возможно, кстати, по ориентировкам подойдет. Нет, нет. Так, имя Антон. Антон Лобода. Дата. 79-й год. Здесь вообще не разглядеть. Вроде похоже. Похоже на правду. Соответственно, документ с вакциной мы можем бросать. Так, далее. Разрешение на въезд. А где дополнительное разрешение, кстати? Дополнительного разрешения у него нет, так что отправляем его назад. До свидания. Интересно, что будет, если я поставлю две печати? Разрешения же нет дополнительного. Эту маленькую карточку я могу и не заметить. Так, что такое? Все документы были подтверждены. Гражданин может войти, но у него нет дополнительного разрешения. У него же не было дополнительного разрешения. Блин, все пошло наперекосяк. Я, наверное, страну, что ли, перепутал. С какой он страны вообще был? У меня просто выпало из головы. Я думал, что он из Краснонева. И поэтому ему необходимо, соответственно, дополнительное разрешение. Ну, видимо, он, по-моему, из ленино-лавки был. Да, короче, ну, опять моя вина, моя невнимательность. Я тут полностью виноват. Ну, что поделать. Будем надеяться, что нам удастся сохранить жизнь нашей семьи. И все будет хорошо. Я должен сосредоточиться. И нормально начать работу. Так, какой-то господин с усами. Дает нам только паспорт и все. Должен пройти здесь. Они убьют меня, если я не смогу. Я дам тебе мои последние деньги, чувак, пожалуйста. Деньги мне нужны сейчас, братан, но прости. Нет, я не могу этого сделать. Ты не похож на влиятельного господина. Ладно, друзья, на этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok